Астахов Гавриил Степанович Год рождения. Когда вы родились? В каком году? В 1919 году. Памятник у него еще, дай Боже, каждому из нас тут сам запомнишь. Первый января. Первый января, да? Уф ты. А в каком городе? В Орле? В Орле родились? Нет, нет. Нет. А в каком? Знаменский район. Знаменский район. Свет не включить? Поселок Горяниновский. Да нет, они свое снимают, мне надо статья. Кеша, иди сюда. А в каком году вы на фронт попали? С самого начала войны, в 1941 году. В каком воевали, в каком фронте? На каком фронте воевали? На каком фронте воевали? Он служил на флоте. А, на флоте? А у вас есть какое-нибудь воинское звание, там, должность? Воинское звание? У него старший матрос. За все восемь лет. Раньше звание, сейчас лет не жаловали. Вот с 39-го, в его родце когда-то? В 46-м, по-моему, году. Вот скажите, пожалуйста, когда война началась, вы вообще чувствовали, что она предвещается или как? То есть, какие ощущения были надвигаемой войны? Мне примерно за месяц младший брат, он был с 24-го года, а приписал себе еще 4 года. И он попал в Брест, и оттуда пришло письмо, что, дорогой брат, мы с тобой, наверное, больше не встретимся, так как скоро начнется война. То есть, вам брат, да, рассказал? Да. Брат сообщил, да? Да. А тогда наши заключили из Германии договор о нападении, запрещено было говорить о войне. Я это ругаю себе, письмо разорвал и выбросил. Ну и так это получилось. Мы собирались на увольнение, в воскресенье. Я тоже записался на увольнение. А потом нам вечером сообщили, что в увольнении отменяется. Легли спать. А в 4 часа всех подняли по тревоге, боевая тревога. Заняли все свои боевые места. Я был артилектиком. В центральном посту. По обслуживанию прибора ЦАС, центральный автомат стрельбы. Ну и началась война. А вот вы вообще думали, что она так затянется на такое долгое время? Или думали, что так вот закончится скоро? Или какие вообще чувства были, когда вы шли туда? Мы тогда ничего не представляли из себя. И что, как скоро ли она закончится или как? Началась война. И немцы быстро старались продвигаться. И захватили всю Прибалтику. Это очень быстро было. А мы стояли около 700 вэмпилов. Корабли различного водоизвещения. В Латвии, кто на рейде стоял, кто у стенки, из этих 700 кораблей вернулись половину. Остальные... Мифинский залив был заминирован. Остальные погибли. Кроме того, очень много было мирного гражданского населения. Они в кубриках не вмещались. Были на верхней палубе. И половина кораблей погибла. И шло. А куда вы шли-то? В Ростат? В Ленинград шли. А были у вас, например, на фронте такие друзья? Друзья у вас были на фронте, те, которые самые-таки лучшие? Были, конечно. Их никого не осталось уже. Они многие употребляли спиртные напитки. Были в Москве у меня, в Ленинграде. Никого не осталось. Командиры последнего корабля на Северном флоте... А, нашли бы. Командиры нашел. Сын нашел. Чулков Леонид Дмитриевич. Вице-адмирал он стал. Он не знал даже, что он командир корабля стал вице-адмиралом. Это на Севере. Командиры еще в Черноморском флоте. А на Балтике я никого не помню. Был капитан второго ранга, комиссар корабля. Тогда комиссарами из Москвы, из других городов присылали комиссарами на корабли. Они были... Николай Павлович Спиридонов был. А потом его за панибратство с личным составом списали на Северный флот начальником Новоземельской базы. Ты скажи, когда служил, какой период? Ну, когда... В 1944 году он служил на Балтике, а с 1944 по 1946 насилие... Освободили Ленинград от блокады. И Гитлер пытался взять Ленинград. Но он боялся войти в Ленинград, потому что он знал, что Ленинград это город моряков. А моряки так просто не пустят их в Ленинград. Поэтому затянулось это самое взятие Ленинграда. И, наконец, когда Ленинград был в окружении, Гитлер отдал приказ во чтобы она стала взять Ленинград. Было намечено на 4 часа утра. Наши опередили их на полчаса. А вы вообще не были в плену? Не попадали? Было я участник этого. Нас посадили на танки. Одели хорошо, тепло нас до этого. Какой в плен? Тебя про плен спрашивают. Ты пленули, когда в жизни не был. В плен? Да. Да. Не был. А ваши друзья никогда не попадали? Нет. Не было такого случая, чтобы не было, чтобы в плен попали. Ну а что тут про танки рассказывали? На танки посадили и вперед. Тут артиллерия, корабельные открыли огонь. Авиация поднялась и начали штурмовать. Потом мы слезли с танков в атаку пошли. Но уже они стали бросать все. И технику, и руки поднимают сдаваться. Кого на место приканчивали. Ну тут было трудно что-либо понять. В основном плены много сдавались. Продвинулись дальше. А нас, моряков, вернули. И мы вернулись опять на свои корабли. Когда освободили Ленинград, это уже было в марте месяце, нас списали в штаб Северного военно-морского флота, город Мурманск. Там Сталин дал приказание откормить нас в течение месяца. Кормили нас на отвал. Но уже тело набрали, силу. И в начале апреля, или где-то числа 10-го, нас посадили на транспортные корабли. И мы отправились в Англию за получением кораблей. Вместо итальянского флота. Тогда Италия вышла из блока Рим, Берлин, Топио. У острова Медведя нас торпедировала подводная лодка. Подобрали англичане нас. Много погибло ребят. Мы попали на императрицу Россию. Тогда с Черного моря все белогвардейцы бежали на этом транспортном корабле за границу. И вот мы он назывался императрицей России. И вот мы там он стоял на юге, на севере Шотландии. Город какой был? Репорт там? Данди. Там был такой есть залит такой скопофлов. Три дня там пробыли. Потом нас перевели в Нюкас. Мы лежали месяц в госпитале. Нас там подлечили от переохлаждения организма. И отправили и поехали, получили эскадренный миноносец достойный, который был приспособлен плавать в северных шоротах в Баренцево-Карское море. Командиром корабля на этом миноносце был капитан 2-го ранга Черноморец Козлов. А помощником был у него Чулков Леонид Дмитриевич. Вот он его нашел по интернету. Он уже потом был Вице-адмиралом. Вице-адмирал. Замкомандующий Черноморец на Черном море служил. Продолжал служить. Я посмотрел на него. Он немножко схож на этого. На Ельце, да. Такой здоровый был. А у вас девушки на корабле были? Были. Не было. А любовь на войне не была? Когда мы уходили из Англии, они выстроились, девчата, на берегу. Кричали нам «Рашен Симен! Рашен Симен! Я бэбы хочу! От вас!» Но мы уходили, но мы знаем, что вы больше к нам не вернетесь. Много народу выстроилось. А вот этот замкомандеры, который нашли по интернету, он танцевал и не знал с кем. Это была сегодняшняя королева Англии. Принцессия была. Да, видели королеву Англии. Мы ходили на замок такой, на острове. На поробе туда. Но она была такая, как вы, девчонка. А вот, наверное, платье было. А сам король-то был Йорг VI. А сейчас вот она уже принцесса. Какая принцесса? Королева. Королева. Вот такие были дела. А вас ждала какая-нибудь девушка там, может быть, вот здесь? Нет. Да ну какая-то мы, нет. Мы ходили по три человека. Поляки всякие провокации устраивали. А там же поляки были. Вот мы идем, они вперед, бросят часы. А нас предупредили. Ты поднимаешься на это, поднять эти часы. Там выскакивает человека, три хватают нас и полицию тащат. Он обворовал у нас часы. Вот такие были вот моменты. Как англичане относились к вам? Англичане очень хорошо относились. В кино ходили смотреть. Там показывали Черчилля, Сталина и Рузвельта. Вот когда показывали Сталина, все кричали, Сталин нас спас! Ура Сталину! Свист! К Сталину относились очень хорошо. Ну что еще? Ну что-нибудь о войне с Японией? Как вы оцениваете то, что после Германии нам пришлось с Японией воевать? Что после Германии? Ну пришлось воевать с Японией. Вы знаете? Воевать с Японией пришлось. А нет, с Японией не воевали. У нас схватила работа на севере. Там было около 300 немецких подводных лодок. И у нас пришло оттуда 10 миноносцев. И там было два миноносца на севере. Мы разбились на три отряда и уничтожали эти немецкие подводные лодки. До тех пор вот идут три миноносца. Точка вот так вот идут. Обнаружили подводную лодку. И начинаем ее бомбить. Оттуда всплывает солярка, шмотки всякие. Это значит мы уже ее и потопили. Так что нам не пришлось воевать с Японией. А что можете рассказать о вот итогах? То есть вот как закончилось все? Как закончилось? То есть чем? Ну, когда кончилась война, мы, когда в общем мы уходили в море, подолго были, не были на берегу. Там немецкие подводные лодки были, доходили новая земля, земля Франции. До моря Лаптио. Остров Диксон. На остров Диксон мы во время войны провожали. Конвоировали. Конвоировали. Да, конвоировали два транспортных корабля, на которых находились девочки. Ну, можно считать, может быть там и 14 лет, и 15-16 лет, которые приобрели немцев, от немцев детей, от солдат-фюрера. Я как раз стоял на носу корабля, вперед смотрящим. Передали по кораблю, что надвигается ураганный шторм. И я смотрю, море как будто бы начинает снизу подниматься такой волной. Черная волна накрыла нас всех. Мои полагать欸и. Когда мы скачали располагать, я не емкоюсь в церковь. Я не емкоюсь в церковь,